Всем привет! Вот и пришла пора ломать нашу стену в доме, в веранде. Ну, вы, наверное, уже догадались, о чем речь. И по названию, и по обложке. Боречка делает нам ванную, душевую. Наконец-то будет ставиться бойлер в нашем доме. Да уж! Для нашей семьи это огромный праздник, потому что наконец-то можно будет не баню топить для того, чтобы каждый день помыться летом. Это так накладно. Нужно подтопить в бане, потому что там прохладно. Нагреть душ, набрать воды. А здесь только краник открутил и водичка пошла. Надо, чтобы еще краник был. Горяченькая. Наша задача сейчас, с чего начинается видео, это вот эту стену. Понятно, что это тоже сейчас все временно делается, потому что у нас есть большие планы на следующий год на эту веранду. Мы хотели сначала уже изначально хорошо сделать, но потом, когда Боря предложил расшириться немножко наш дом, об этом, если у нас все получится в следующем году, узнаете, увидите вернее. Мы решили не делать ничего капитально, потому что мы хотели ремонтом сделать, эти стены красиво сделать, в общем, все-все-все. Но решили довольствоваться пока временно, без ремонта, без ничего. Ждать до следующего года с душевой тоже нет смысла, поэтому поставим ванну, поставим бойлер. Вот эту стену, которая у нас просто не влазит ничего, вот эта стена, вот эта и вот эта, будет тогда двигаться. Ай, Боря, не шумеет. Ой, не шумеет. Вот по дверь. Вот это пространство, нам как раз его не хватает для ванны и бойлера, для того, чтобы все у нас влезло. Поэтому Боря дверь снял. Вот такой у нас бардак, сейчас покажу, который он навел в веранде. Ничего себе навел. Мы только поубирались после поезд. Я тут аккуратненько все поставил. Возмущается Боря. Не наступи на гвоздь. Ой, да, ты убери, потому что Боря может здесь беречь. Я уберу, Боря здесь не будет. Как это не будет? Он в туалет ходит? Пока он пойдет в туалет, там все будет уже. Давай. Короче, вот пооткрывал же, у нас же утепление было на вот этой стенке. Такое классное утепление, я скажу, потому что мы в том году, у нас обогреватель в морозы был на троечку. И то было холодно. В этом году у нас обогреватель всегда был на единичке. И очень редко мы включали ненадолго на двойку. Вот эта штука перекрыла нам все щели. Вообще шикарно было. Поэтому правильно мы подход взяли вместо одеял, купили вот эту штучку. Я не знаю, как она называется, утеплитель это или что. Короче. И вот так вот Боря сюда все поснимал, повыносил. Потом, конечно же, это снова повесится все на стены сюда. А пока что Боря начал заниматься. Ура, ура! Мы после приезда, после приезда, пообкашивал Боря огород, все поделали во дворе, что нужно было. И Боречка потихонечку, нам еще на огород, конечно, нужно всей семьей выйти, сорняк прорвать. Но сейчас ветрено на огороде. И пока будут идти дожди или ветрено, Боря будет заниматься, потихоньку уже начинать, короче, душем. Ты мне скажи, пожалуйста, и нам, и зрителям, сколько времени примерно, по-твоему, займет нам установка душа? Сколько времени по-моему? Да. Если я буду освободен от всего, три дня. Три дня. То есть, если ты будешь делать через день, то это через шесть дней будет готово. Ну, то есть, полных три дня тебе нужно. Полных три дня. С утра до вечера. Это не так и много. Это значит, неделя на это уйдет. Ну, с учетом того, что папу все дергают. Папа, принеси что-то тяжелое. Папа, полезь в погреб. Достань то. Папа то, папа сё. Папа в магазин съесть. Папа там, да, в город может поехать. То неделя примерно. Надеемся, через недельку у нас будет душ. А там посмотрим. Сегодня у нас 13-е, да, Боря? 14. 13 или 14 число, когда я начинаю снимать. Ну, и посмотрим, какого числа закончим делать душ. Парни, что вы делаете? Работаем. Э, не, 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 не надо, не надо. Вытаскиваем. Папа такой, да. Веранду, короче, разбираем. Папа, где-нибудь покажем, что там. Окей, папа, папа. Это же нет. Я не знала, что туалет такой большой. Да, теперь будет побольше. Будет тоже сюда. Круто. Дверь. Класс. Ой, не знаю. Ванна и там будет стоять. Ура. Я вышла и ужаснулась. Где наш туалет? Ты что вот это наделал? Папа. А вот так. Боря, это что такое? Я же испугалась вышла, Аня. Как тебе? Пахнет собаками. Собаками? Ну да, будку разобрал, запахло собаками. А, да, кстати, здесь же будка разобрана. Здесь же будка была, сколько места занимало. Теперь все это. Слушай, как будто, знаешь, где-то на рынке, короче, какой-то такой ларек недоделанный. На СИМС. Ну, недостроенный. Что за такое вообще? Так непривычно это все видеть, ребята. Вообще. Дело потихоньку продвигается. Боря уже устанавливает. Я задул, я думаю, чтобы это, пока нету стены, поставлю ванну. Ну да, но чтобы потом там не стоять, не корячиться. А может ты сразу в поле установишь душ, установишь кран туда. Да мы в нем так мыться, а? А что здесь пленку повесили? Ага, да, да, да. Ну да, конечно, удобнее установить ванну, когда нету этой перегородки. Только ты же ненадолго так. Это я так не люблю, когда вот такой бардак в доме. А, ладно, да. Я просто закрываю глаза и хожу, как будто здесь ничего нету. Я просто так не люблю такой бардак в доме. Для меня это, конечно, вообще катастрофа. Я глаза так закрываю, прохожу мимо, понимаешь, что ненадолго. На три дня. Ага, если с промежутками, то на всю неделю. На три дня, на три дня. На неделю. Вы забудьте про меня. А, про тебя забыть, чтобы тебе дать возможность? Ах... Неровная вот эта штука, видишь? Да, так она же, наверное, там выставляется. А? Она же, наверное, выставляется за счет вот этих ножек, которые регулируются. За счет ножек. Так вот, она же здесь неровная. Не стучи, не шуми. Не шуми. Сейчас буду гнуть ее. А то как по голове. Ну да, странно. А мне еще более странно. Вон инструкция. Прикрутите раму к ванне с саморезами. Это... Не поняла. Не, ну тут вот эта вот штука есть. Наверное, к ней и надо крутить. Видишь? Не боишься, нет? Ну, я-то допущу сантиметр, но, чтобы мне туда в попу не вылезло. А вообще надо прикручивать? Зачем? Там написано вон, инструкция. Прикрутите ножки к ванне, саморезам. Ножки, ладно. Ножки ты прикрутил и, может, этого достаточно будет? Представляешь, дырка где-нибудь. Пробежишь все из поганили в ванну. Не рассчитал. Нет, так а тут их саморезы. Нет, я это все понимаю. По высоте, по всему. Я это все понимаю. Я бы, наверное, не рисковала. Не знаю. Достаточно, мне кажется, сюда, и оно будет упираться. Все равно уже не провалится. Достаточно, что... Нет, ну если полная ванна, она туда-сюда может ездить. Так, вот даже ездить. Он прыгнул, кто-то где-то, она шут. А ну да, как в бассейн. Жжик, с размаху такой в ванну. Нет, просто что она на ножках погибнет, и она поедет. Не надо. Я прикручу на саморезы. А, ну скорее всего, да, здесь специальный запах такой, что чуть-чуточку оно прикручивает. Ну, мне кажется, это вообще не... Ты смотри пальцами, не три, потому что это стекловолокно, как залезет палец. Мне кажется, вообще, ну там непрактично, там настолько маленький выступ, что... Короче, я тебе, папа, советую залезть в YouTube, тебя спасет, и проконсультироваться, как правильно ванну это... Вот, смотри. Инструкция по сборке и установке ванны. Каркас стандарт плюс. Ну да, вот. Один. Установить каркас на дно ванны и прикрутить саморезами. А, указано, насколько прикручивают саморезами. А у них вот саморезы. Вот эти саморезы. А, то есть он больше не пойдет. Все, он больше не пойдет. А эти саморезы? Вот сюда. Вот видишь? А, ну да. Сколько вам? Да. Он туда на сантиметр залезет. Боюсь я, папа. А я? Пламу испортить. Не ты ж крутить будешь. Ты придешь и начнешь возмущаться. Ты хоть позови, там посмотрим, перевернем хоть это. В их первый саморез закрутишь где-нибудь. Да это. По центру. Ну, а, ну да. Да, да, кстати. И это, позови хоть, поднимем посмотрим. Да надо сейчас выровнять его. Ты видишь какая ровня? Ну давай, ровнее ушла. Давай. У нас тут загвоздка встала. Боря, короче, одну трубу поставил и слив как бы сверху. Но чтобы так, а ну подними, как ты говорил, ванную. Да ванная высоко. Чтобы так слив, вот видите, куда Боря поставил те ножки. И будет ванна очень высоко, и, короче, мы не сможем стоя мыться. Да тут стоя сможете только вы, Саня. Да не, не сможем, даже мы Саню будет неудобно. Не, если она будет на полу стоять. Ну, короче, придется менять ему одну труботу на вот эту и другую, чтобы слив был ниже. Для этого ему придется все разбирать с туалета. Вот предыдущая, то есть планированная точка слива вот здесь, но я не, когда планировал ее, я не подумал, что здесь ванная вообще с этой стороны будет. Думал, что ванна будет с той стороны или с этой стороны. В общем, она высоко. Не продумали мы, да. Да, и теперь вот этот вот уберу, поставлю вот эту, и точка слива у меня станет вот здесь уже, на 15 сантиметров ниже. И, значит, ванну тоже можно поставить. И вот эту вот 15 сантиметров все уберется. Ну, здесь 16 почти. Кстати, ты прикрутил шурупчики к ванной? Прикрутил. И что? А ну давай посмотрим. Не пролезла нигде? Нет, я уже эти даже поставил, видишь? О, слив даже поставил. Какая у нас ванная классная вообще. Да, не пролезла, значит, что рассчитано. Стремно было крутить? Стремно. Первый, да, наверное, проверял сразу? Не, не проверял. Я вот так хорошо, мощно залез. Нигде ничего нету. Вчера вечерком я уже не снимал. Вот что успел сделать. Ванную поставил, присоединил. Там все сделал. Вот этот сливчик. Покажи, дочь. Вот слив сделал. Он как раз на уровне. Все отлично. А сегодня вот занимаюсь утеплением сверху и на стене. Ну, из-за того, что это все-таки стекловолокно, какая-то защита и дыхательных путей, глаз, потому что тут вот делаешь, оно сыпется все на тебя. Закрылся, потому что потом неприятно, когда оно все колется везде по всему телу. Так что сейчас это доделаю, зашью. Потом будем делать дальше. Пришло время распаковывать бойлер. Ну, он сейчас в перевернутом состоянии, понятно. Но я стал гадать, думать, как делать всю вот эту вот разметку. Не поднимать же его на стену. А потом, представляете, у меня глаз падает на упаковку. И посмотрите, что тут есть. Вот эта вот сторона полностью пунктиром обозначена. Контуры, как он будет стоять, где он будет, и его прицепной. Я сейчас вот эту вот сторону отрежу, оторву, вырежу. Прислоню. Если оно действительно все подходит, то куда хочешь, так и ставь. Так ставь, так ставь, так ставь. Кстати, можно его ставить как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Но мы покупали для вертикального положения. Ну, а сейчас у меня тут вот в таком состоянии работа. Тут еще один будет покупаться, одна корзинка в Leroy Merlin. Потому что вот та корзинка, что у нас была под белье из... Ну, под постельное именно, под все. Она чуть-чуть большая, и она лопнула. Вот. С этой стороны я сделал... Вот плохо видно. Вот так. Березовая влагостойкая фанера. Тут тоже фанера сделал, для того, чтобы можно было использовать пространство ванны. Чтобы можно было что-то положить на бок, или взяться, допустим, сбоку, чтобы сюда клеенка нигде не висела. По клееночку сделаем, потолок закроется, и она будет висеть, ну, примерно вот так. Чтобы там и проветривалось, но и тут будет красивенько, вот так вот будет влага. Знаете, ребята, прицепил я, еле прицепил с бойлер, с Тимошкой. Он мне помогал первый болт закручивать. Вот эта вот разметка подошла, все классно подошло. Я поставил дырки, посверлил. Собрался ставить вплотную к этому, ну, смысл будет гулять, сколько этого места. А потом собрал собрать и думаю, а как я закручу вот этот болт. Сверху не подлезешь, снизу тоже пришлось освобождать 10-7 сантиметров, для того, чтобы рука залезла. Так что 7 сантиметров будет гулять. Но, в принципе, отлично. Я дырочки посверлил, и на болты дюбеля по дереву. Такие, сколько там, наверное, 6 с половиной толщина. Очень классно, под 13-й ключ, под шайбу. Сейчас на 4 точки закручу его. Он туда-сюда еще, ну, он уже не дергается, я его выставил, в принципе. Вот, ну, он как бы стоит, отлично стоит. Так что, сейчас докручу и буду смотреть, где будет подключаться он. Привет, пап. Привет. Коробку делаю. Дверку, видишь, уже сделал. Нам на нашу новую, это, как сказать, ванную, туалет и все остальное. А вот делаю коробку, такую маленькую, аккуратненькую. Подчищаю сейчас. Давай, от края, от края до края. Вместе с Пашей варим трубы. У нас тут целая мастерская, вот внизу. Пашень, не иди, 40 сантиметров отрезай. А заодно и учу Пашу. Нет, не от этой. Вот, не от этой. Это что у нас, с дырочкой? Где рулетка? Что-то там оставил. Доставай рулетку. Вот так у нас и происходит работа. Меряй 40 сантиметров. Значит, нам 44 надо. На, обрезай. Ровненько. Смотри, чтобы вот так не пошло. Давай ближе тебя поставлю. Палец, палец поставь. Да. Надрязь. Да. Теперь руку сюда переставляй. Нет, не так, вот сюда в край. И ровно полотно должно ходить по одной линии ровненько. Приглашаю всех на обед в нашу кухню. Погром полнейший. Чтобы отодвинуть от стены кухню и завести горячую трубу, это просто все пришлось разбирать. Это просто какой-то кошмар. Но у нас и... Вот еще часик, и все будем ставить назад. Уже будет легче. Фух. Ну вот, я тут навел более-менее порядок. Пораставлял все. Это девочки мои назад в тумбочку поставят сюда, потому что повытаскивали, чтобы легче было все перетаскивать. Все я подключил. Все я сделал. И вывел холодную и горячую воду вот сюда. И теперь осталось только поставить кран и подключить к трубопроводу. Ну, а тут сейчас будем дальше воевать с горячей водой. Проложим ее сюда. И у меня за морозилкой уже выведен, вон видно, патрубок из ванной. И вот это вот к этому патрубку нужно будет присоединить вот тот кусок шланга, что сюда вышел из-за стены. Ну, понятно, понаводить порядок, позакрывать, все на место поставить, аккуратненько заклеить. В общем, еще есть работа. Наша дверь теперь в туалет будет красивая-красивая, да? Лаком срываешь или морюкой? Да, лаком. Лаком. Солнечный сегодня денек хороший. Сейчас она через 2-3 часа спать. Главное, чтобы мухи на нее не посадились. Ну, сядут. Как сядут, так и останутся. Сначала одну сторону, потом перевернешь другую, да? Не, не буду вторую. А, там где оббивать мы будем зачем? Действительно. Она же у нас будет утеплителем. Внутри. Да, да, да. Все равно будет дверь меняться. Это временная, да? Да, это на год. Надеемся, что это на год. Очень. Надеемся, точно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...